Виктор Голубцов В космическом полумарафоне приняли участие более 2000 человек из 100 городов и населенных пунктов России. В их числе Оренбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Москва, Саратов, Магнитогорск и многие другие. Традиционно участники стартовали и финишировали напротив амфитеатра на площади Славы. Беговая дистанция прилегла по Волжскому проспекту, улице Максима Горького, Лесной и Северо-Восточной магистрали. Дистанции построены и подготовлены хорошо. Все нормы и правила соблюдены. Медицинское обеспечение. Все нравится и здорово. Молодцы организаторы. Космический полумарафон дал старт легкоатлетическим забегам в Самаре и стал самым масштабным событием этого года. Забег приурочили к юбилею первого полета человека в космос. За призовые места боролись не только взрослые. В соревнованиях приняли участие самые маленькие – дети от года до 10 лет. Они сражались на дистанциях в 600 метров. Остальные марафонцы, начиная с 11 лет, бежали 3, 10 и 21 километр. Это не первый старт, это не первое мероприятие, не первый забег. С каждым годом он становится все более массовым, все более грамотным, все более лучшим с точки зрения спортивной организации. Поэтому и больше жителей нашего города втягиваются как раз в наши спортивные мероприятия. Последние минуты перед финишем – последний рывок. В колонии участников министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. Он приходит одним из первых. Следом финишную черту пересекает самый колоритный участник космического полумарафона. А вот наш космонавт-красавчик добежал все-таки. Ну, как впечатление? Ой, хорошо, но в космонавте очень жарко бежать. В костюме прямо очень жарко. Ну, в следующий раз костюм будете брать в аренду? Ну, думаю, да. Думаю, да. Традицию нельзя же нарушать. Всем спортсменам, добежавшим до финиша, вручали медали, воду и бананы. Участники, занявшие призовые места, получили дипломы, кубки и ценные подарки от организаторов и партнеров забега. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова